Каналя добро пожаловать на матч номер 4 финальной серии за кубок Гагарина между московским Динамо и омским Алангардом 2-1. А в этой серии впереди Амичи. Сегодня динамовцы будут сражаться за возможность гарантированно вернуться сюда в Лужники на малую спортивную арену еще раз. Ехать в Омск при счете 1-3. Даже при том, что постоянно говорим мы, что в этой серии фактор своего боли не самую большую роль играет, все равно очень неприятно, поскольку при поддержке своих болельщиков ястребы по костюме лягут и постараются завоевать кубок в матче номер 5, при условии, конечно, если этот матч состоится. Сейчас у нас в разгаре церемония представления участников сегодняшней встречи. По сравнению с предыдущим матчем одно изменение в составе омской команды. К счастью обошлось без повреждений у Никиты Певцакина, которого очень жестко атаковал Денис Толпеку. Пропустил концовку третьего периода, но вот восстановили. Никиту к этому матчу он сегодня в составе в паре с Кириллом Лямином, в третьей паре обороны. В общем, здесь никаких изменений нет. Единственное изменение, касающееся состава омской команды, это Егор Аверин. Уступил свое место в заявке Михаилу Жукову, ну и Райма Суманин здесь традиционно удивил. Он поменял местами первое и четвертое звенье в протоколе на эту встречу. И те, которые были четвертым звеном, сегодня будут в старте, ну а первое звено из прошлого матча сегодня будет выходить четвертое. Не, ну тут логика абсолютно есть, потому что вспомнили, как начался последний матч. Там первый отрезок Динамо, там три момента было сто процентов. Ну и два изменения в составе Динамо. Нет сегодня Вячеслава Козлова и Якуба Клепеша, но сейчас немножечко о другом. Сегодня скончался Валерий Васильев, двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира, много лет выступавший за московское Динамо. И сейчас этот матч начнется с минуты молчания. В память об этом замечательном хоккеисте. Валерий Васильев, двукратный олимпийский чемпион, неоднократный чемпион мира и Европы, многократный призер чемпионатов Советского Союза в составе московского Динамо Валерий Иванович Васильев. Мы просим вас почтить память Валерия Ивановича минутой молчания. Спасибо. Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна, Валерий Васильев, двукратный олимпийский чемпион. Валерий Васильев, двукратный олимпийский чемпион. Дамы и господа, леди и джентльмены, мальчики, девочки, добро пожаловать на малую спортивную Олену в Лужниках. Все готово к началу матча номер 4 финальной серии за кубок Гагарина между московским Динамо и Алангардом, представляющим Омскую область. 2-1 гости впереди в этой серии до 4 побед. Ваши комментаторы сегодня заслуженный тренер России Сергей Гимаев и Роман Скворцов. Матч судят два главных арбитра Вячеслав Буланов и Юрий Рен. Им помогают линейные арбитры Александр Садовников, Александр Захаренков, Карри Ромо и Александр Еременко. Друг напротив друга. В этой встрече на последних рубежах обороны своих команд блистательно оба голкипера проводят эту серию более 100 минут. Кстати, Ромо не пропускает от Динамо в этом матче. Последний раз Динамоцам удалось огорчить его в первом периоде матча за порядком номером 2. Изменения в составах минимальные у «Авангарда». Вместо Аверина Михаил Жуков сегодня в четвертом звене две замены сделал Олег Знарок. У него встречу пропускает Вячеслав Козлов и Якуб Клепеш. Во второе звено вместо Вячеслава Козлова выходит под десятым номером Константин Волков. Ну и в четвертом звене Клепеша заменит Артем Чернов. Под 27 номером с остальными действующими лицами-исполнителями вы прекрасно знакомы. Так что не будем отнимать драгоценное время полным представлением составов играющих сегодня команд. С перечислением номеров скажем лишь то звено. Сергей Калинин будет начинать эту встречу у Амичей. Центральный нападающий Сергей Калинин. По краям у него 78-й Андрей Иванов и 82-й Александр Фролов. Иванов встал на вбрасывание и выиграл это единоборство. Первая пара защитников Салмила пуец у Амичей. Ну и что касается «Динамо», то здесь ударное звено Константина Горовикова. Эту встречу начинает вместе с ним. По краям Лео Комаров и Михаил Анисин. Лео Комаров здесь уже с отечественником Салмилой успел обменяться приветственными тычками в средней зоне. И первая пара обороны «Динамо» также выглядит традиционно по последнему времени. Это Доминик Граник и Илья Горохов. Смена пошла в ходе матча у Амичей. Появляется звено, в котором выступают хоккеисты, забросившие, собственно, все омские шайбы в этой серии. А именно в центре Александр Попов и по краям. Его тезка Пережогин, отличившийся трижды по шайбе в каждом матче. И Роман Червенко, лучший снайпер, лучший бомбардир, вернее, этого кубка Гагарина. Вторая пара обороны «Школа Белов» у гостей. Ялосвара Соловьев, это вторая пара обороны «Динамовцев». И вот второе звено «Соин», центральный нападающий. Вместе с ним Толпеков и Константин Волков, который уже сменился. Третье звенье команд появляется на льду. Вот так, а Белов заряжает с кистей, ловит шайбу Еременко. И Ялосвара так аккуратно, аккуратно увозит Антона Белова с пятачка перед своими воротами. Есть там еще желание у Антона Белова побеседовать свысока со своим оппонентом. Нет у него желания. Но беседует же. Нет, потому что, в принципе, он все прекрасно понимает. И тот инцидент, который прошел с Куднецовым, и Антон это все прекрасно понял. И действительно, он мог подставить команду очень приличной в той ситуации. И он все понял. Я с ним разговаривал в Омске. Центральная линия «Авангарда». Назовем ее так. Михаил Семин в центре с Калюжным и Курьяновым. Три универсала, три хоккеиста. Легко способных сыграть центрального нападающего, но ради интересов команды, ищущих себя в новых ипостасях, впрочем, достаточно привычных. И вот Никит Певцакин на льду вместе с Кириллом Лямином. Естественно, потребовалось там оперативное медицинское вмешательство. Оперативное в смысле времени. Сразу была оказана помощь Никите на скамейке запасных еще в прошлом матче. И вот сегодня он на льду также без видимых проблем отработал свой игровой отрезок. Да, Сергей Таркевич? Самое осторожное начало из всех матчей. Почему? Ответ простой. Мы уже обсуждали эту тему с вами Романова. Прямо сказали, кто забивает, тот выигрывает. Никто не хочет пропустить. И поэтому, понимаешь, что надо аккуратно, максимально сыграть и ждать возможности для контратаки игры в большинстве. Но вот ни одной игры, я вот четвертую игру комментирую их, и ни одной игры вот так не начиналось. Да, третью москвичи начали сверхактивно. Минут пять беспрестанно атаковали. Они ворот Оландской команды, но затем пропустили и так и не сумели отыграться. В этом сезоне команды ни разу не забрасывали объединенными усилиями более трех шайб. Первый матч в регулярке и вовсе нулевой ничьей между этими соперниками завершился. И Динамцы в роли победы только в серии буллитов. Ну и второй матч, который игрался в Москве. Один-один заиграли команды, причем довольно быстро был открыт счет в той встрече. Но вот в итоге всего лишь две шайбы. Зрители увидели, и опять же все дошло до буллитов. Шайба задела заградительную сеть, и вбрасывание будет у ворот Александра Еременко. В общем, действительно, пока в бенефис Александра Пережогина превращается эта финальная серия из семи своих заброшенных шайб в этом плей-офф, он за три забросил в финале, но это странное ощущение обстоятельств. Также всего семь шайб мы видели в финальных матчах. Три из них, соответственно, на счету Александра Пережогина. Это очень и очень круто. Ну и пока узок круг этих людей, отличавшихся к финальной серии Кубка Гагарина 2012. Ну, вообще мало шайб заброшенных Динаматов. Вообще всего три за три матча. Мечится. Сдело четыре, но при этом это принесло им две победы. Согласен с вами Все поставлено на карту И действительно пока очень осторожное начало Может быть Здесь кстати говорили Истинской команды после матча Что в следующей встрече Которая последует после третьей Постараются они максимально помочь Своему голкикеру карьеру Поскольку в матче номер 3 Динамцы впервые по ходу этой серии Перебросали соперника Причем перебросали серьезно В принципе и в той игре в третьей Очень здорово помогали рамы Много блокировок Здорово играли защиты Но надо учитывать что Динамо в третьем матче В большинстве играла много времени И одна из проблем О чем Донорог и сказал Что очень слабо Много но слабо сыграли Динамо в большинстве Да 7 шайб Вернее 7 раз Динамо имели численное преимущество По ходу третьего матча Но так ни разу не сумели Отличиться по порте В себе процент реализации большинства Мячи в холостой отработали две попытки В общем не тот показатель Который заслуживает Внимание Семин Уходя от Гороховой Сделал передачу на партнера И на скорости ястребы Врываются в зону соперника Бросок Складывается Александр Еременко И фиксирует Эту шайбу После броска Семина Тем не менее Вбрасывание в зоне соперника Мячи добиваются И не так жестко матч проходит Как ожидалось Но опять же Все понимают Важность удалений Сейчас параллельно же идет Плей-офф национальной хоккейной лиги И вот Последний матч Нью-Джерси три раза играл В меньшинстве Это и пропустил Пытаются прессинговать А мячи в чужой зоне Эта тактика приносит успех Курьянов С разворота заряжает Отбивает шайбу Александр Еременко И Масалев Здесь крался По ближнему борту Семин Успешил на помощь Салмеле Вдвоем они остановили А здесь ошибка Пуец Ошибается Выбрасывая шайбу По дальнему борту Но со второго предъявления Удается ему Ее все-таки В среднюю зону вывести Вот в такой ошибочке Пуеца кстати И началась Вот самая первая атака В третьем матче Динамомской Которая продлилась Где-то минуту Наверное Штурмовали Динамов С укреплением Карри Рамо Анисину Пару раз не повезло Тоскоками Игорь Волков Яла свара Крамов наставит корпус Не пуская К шайбе быстрого Нападающего Омской команды Ну даже по этому эпизоду Видно как вот Игроки стараются Не провалиться Не удалиться Хвапил Хороший кистевой бросок Рамо форирует И на добивание Артем Чернов Заблокировали его бросок В последний момент Снова ошибка При выходе из обороны Рамо И Чернов Открывает счет В этой встрече А неплохо так Звучит сейчас Малая спортивная арена А выдали же еще Всем болельщикам Хлопушки специальные Которые Которые так Шум Значительно Высиливают Смотрите-ка Работает Ход Олега Знарка Таки Исключет И заявку Сегодня Не принимая Вся участие В предыдущем матче Открывает счет В этой встрече Забрасывая Столь нужную Шайбу Ошибли здесь Амичи При выходе Из зоны Рамо Выручал Команду Сколько мог До тех пор Пока Яла свара Наконец Не сыграл Чуть-чуть Хитрее Он просто Разорвал Карерама Вот этой передачей На пустые ворота Сделал передачу Потеряли Артема Чернова А там не потеряли Его некому было Опекать Потому что Вот мы часто говорим Вот маленькая ошибочка На самом деле Шайба шла по борту И Нестеров Должен был Как минимум Ее не проиграть Она должна была Быть из зоны Ну Он как бы Пытался блок сделать Получил удар в спину Шайба не вышла Из зоны Нестеров на льду Чистит преимущество Динамо И вот в результате Чернов оказался Совершенно один Забил гол Кстати говоря Вот о Тренерской прозорливости Сейчас я смотрю Статистику У Чернова Вообще-то Первый матч плей-офф 2012 Вот так-то Вот такие резервы Обнаружил у себя В рукаве Олег Снарок Во всем плей-офф И на финальной серии Во всем плей-офф У него была отрама Но это да Действительно очень серьезно Человек там Сколько уже там Полтора месяца не играл И сразу В ключевом матче И сразу забивает Во втором своем отрезке Это действительно серьезно Ну что же Давайте смотреть Как амичи Теперь будут пытаться Отыграться Пока в этой серии Действительно Тот, кто забрасывает первым Выигрывает встречу Смайм и матч номер два Когда дважды Динамовцам Удалось отличиться По ходу первого периода В третьем Амичи довольно быстро Сократили свое отставание До минимума Штурмовали Укрепление Александра Еременко Но так и не добились Положительного результата Да, и несмотря на то Что вот действительно Такой закрытый хоккей С минимумом ошибок Команда демонстрирует Вот и в финальной серии Тем не менее Они неизменно Забрасывают шайбу В первом периоде Реклама у нас сейчас Вчера 6 минут и 36 секунд Позади в первом периоде Четвертого матча Финальной серии За кубок Гагарина Между московским Динамо И омским авангардом 1-0 Динамо впереди К этому моменту Эту единственную Пока шайбу забросил Артем Чернов После отличной передачи Откинского защитника Яла Свары Не лучшим образом А мячи В этой ситуации Выходили из своей зоны И наказали Динамо За их За эту Оплошность И тут тоже Вот еще По этой Пропущенной шайбе Для Динамо Для авангарда Там может быть не стоило Белову ложиться Под шайбу Получилось что Он не помог И Абсолютно там Вдвоем оказались Яла Свара И Чернов Крама Тут Какие вопросы Рамо Бился за живучесть корабля До последнего В том эпизоде Сейчас Первушин Вышел Семином И Авериным Впервые 5 на 5 В предыдущем матче Владимир Первушин Славно потрудился В бригадах Меньшинства Омского Львиную долю времени Он провел Именно в этой ситуации Действовал Просто потрясающе В предыдущем матче Самый настоящий МПП Ну или по крайней мере Приз незаметного героя Владимир Первушин Несомненно завоевал Хотя как назвать Незаметным человека Который В меньшинстве Там Крушил Динамо Со силовыми приемами Сейчас Бабенко С партнерами А на льду У хозяев Кокарев и Масалев Традиционно Составляют Эту компанию На льду Все Мен Все-таки Выцарапал Эту шайбу И двинул ее В направлении Школы Пытаются Амичи выйти Контр-атаку Не удалось Продраться По дальнему борту Владимиру Первушину Остался он Кстати На смену Следующую Скалюжным И Волковым Передачный Патачок Не проходит Но Соловьев Закрывает зону Не позволяя Через ближний гор Игорь Уолков Шайбу Выбросить Нестеров Выскакивает на льду Так по одному Меняются Хоккеисты Омской команды Кокарев Не позволили ему Выбраться на патачок Тем не менее Сохраняет он Контроль над Шайбей Заходит на вираж Набирает скорость Но опытный Скалюжный Здесь не стал Соревноваться В искусстве Шорттрека А просто держал Пилюшку По магистральному Направлению Которому Последовало Должна была Последовать Передача И постепенно Прервал он Паскоп Приван Однако Динамоцы Продолжают Здесь Настойчиво Пытаться Доставить шайбу На пятачок И произвести Там Разящий укол Смену По ходу матча Успели Динамоцы Повести По ходу Этой атаки Выскочили Налет Квапел И Пистунов И продолжают Динамоцы Здесь Кружить карусель Причем И сейчас Игорь Волков Обокрал За свои Сидения Квапела Правда Точная передача Атаку Своей команды Начать не удалось Тем не менее Хотя бы пару Защитников Мячи успели Сменить Пуец И Салмила Появились И снова Пуец Очень опасно Он бросил Шайбу Через борт Опять Едва Этот выброс Не был прерван И не получила Вторую фазу То и третью Это динамовская Позиционная атака Можно отметить Что динамовцы Вот после Заброшенной шайбы Не стали Так бы Вот Ну Я помню хорошо Второй матч Когда они вели в счете И так вот Очевидно Совершенно стали играть На удержание Не само конечно Со счета 1-0 Но видно Что И сейчас Я думаю С нароком сказал Что надо играть в атаке Нельзя Отдавать инициативу Авангарду И Динамо очень сильно Вот 10 минут 9 Которые прошли И выглядит Ну все правильно Роман сказали Динамо Сегодня нельзя Проигрывать Потому что 1-3 Это ну Нереально будет Наверное отыграть При том Что он действительно В этой серии Вообще В этом плей-офф И в конце чемпионата Регулярно Выглядит очень здорово Сравнительно Сравнительно Недавно У нас В серии Играем На 4-х побед Матчи на вылет Но уже есть Тут определенные Законоверности Согласно которым Счет 1-3 Отыгрывается Довольно редко Два раза Это было В отличной истории Но в общем Охот национальный Какие-то дети Здесь немного Шансов Поигрывающих Таким счетом Команде Оставляют Но в этом Плей-офф Уже один матч Отыграли Металу Ментагорску Борисов В финальных сериях Российского Кэринства Есть такая Любопытная Закономерность Пока она Еще не столь Продолжительная Но тем не менее Уже два Из двух Таким Чемпой Когда После счета 1-1 После двух матчей Команда Выигрывавшая Матч номер 3 Затем проигрывала Серию Ну и опять же Чтобы Сохранить Шанс На предварение Детенденции В жизни Нам нужно Сегодня выиграть Червенко Тем временем Отдает шайбу Пережогину И Готовит он Кистевой бросок И бросает Из круга Вбрасывание Вскидывает Ловушку Александр Еременко И похоже Цепляет Эту шайбу Которую запускал Пережогин Отличающийся По-моему У него Так в лакроте Получился бросок Так как бы Лаптус Получилось И выше ворот Уже бросок Ну так Выше Намного Прошу Давайте посмотрим Да нет Там кто-то Вездинамцев Успел Подсунуть Шайбу И поэтому Брасывание Зон Карри Раму В игре Это неприятный Рикошет Причем Смещался Карри Раму Но Здорово Сыграл В этом моменте Монский Галкипер Калюжный Салмир шайбу как там я вас вообще парил по полной а вот и предыдущую встречу и сегодня очень неплохо выглядит если единоборца выиграл и плюс вот этот создал момент это вот и целый прием саде против мессиру провел когда сбил мессиру подобрал шайбу а таково бросок из средней зоны еременко шайбу ловят накатились там на него омские нападающие заставили финансового голкипера шайбу зафиксировать и отправляется она шайба имеется ввиду на скамеечку штрафников хозяйства об этом расскажу чуть позже пока реклама добро пожаловать обратно 7.55 до конца первого периода 1-0 динамо выигрывают у авангарда в четвертом матче финальной серии за кубок гагарина так вот о шайбах которые в каждой остановке игры отправляются на скамеечку штрафников московской команды эти шайбы будут проданы с аукциона деньги здесь напущены на благотворительность сейчас на ваших экранах александр сергеевич якушев двухкратный олимпийский чемпион и один из главных меценатов нашего хоккея вот особенно помощь и детском хоккей ветеранскую руслан гутнов червенко перехватил шайбу из бэкхэндом набрасывал ее на пятачок где бился соперником за позицию александр попов но не удалось тому занести шайбу в ворота комаров школу останавливал останавливал и остановил аж на две минуты юрий петерель он соотечественник комарова зафиксировал это нарушение правил и тут же не споря отправился на скамейку штрафников не воспользовавшись шансом сказать соотечественнику пару ласковых на родном языке так несвойственное удаление для левого комарова в принципе он обычно не цепляет а именно так бьет из действий в принципе пытался просто там ударить по щиткам но здесь отметить полу подставил подходящий но отметим действию школу он во первых не стал падать и во вторых когда там еще проносил свою кружку кобаров чтобы зацеп очень здорово ставил ногу как раз укрывая себя от этих высягательств будь необходимо школу бы наверное так и торадил бы ледоколом дальше ну что вот он шанс в большинстве для гостей попов червенко снова на точке вбрасывания пережоги ныне салмила с волковым игорем волковым на позиции защитника раймус уманин по вашей просьбе на пресс-конференции объяснил что ему нравится этот хоккеист ему нравится как он отрабатывает в обороне в таких ситуациях и ему нравится полагаться на его скорость вот собственно но не было ответа не было ответа который я ждал как нравится нет то что нравится я сказал я понял ты мне это достаточно но именно почему он играет что у него бросок особенно или распаш вообще я так вот по его ответ так и не понял почему волков играет на позиции лево за может быть были трудности переводы сергей там перевели все нормально просто и он в той же ситуации сказал что но там очень большая нагрузка за защитников я как бы дэм отдохнуть но все равно ответа такой я ожидал не получил сергей какой ответ вы ожидали не обязательно передать им район но я и сам могу спросить итак 7 секунд омского большинства позади успели гости за это время побеспокоить александр еременко салмила набрасывает на пятачок шайба пережоги но в конек попадает чеснит там граник червенку но вот волков пожалуйста закрывает борт не позволяя шайбе выскочить из зоны а вот салмила единственный номинальный защитник в этом составе с подобной задачей не справляется салмил очень быстро доставляет шайба салмила вообще красавец я вот смотрю за ним практически безошибочный он всю борьбу выиграл он подключается он давление оказывает я думаю что вот у него шанс поехать на чемпионат берегу если он будет здоровым ну близки к 100 проценту останавливает шайбу еременко однако не удается не удается на пятачке да это как раз волков был и паузу сделал и убрал вправо и не забил вот при всех достоинствах волкова забивает он маловато момент сейчас был шикарный у гостей но не повезло им 45 секунд до появления на льду Лео Комарова очень непросто Динамсу в этом иншесе приходится успели они сменить свою четверку Суин, Горовиков, Байков и Новак появились у нас Курьянов, Калюжный и Семин Белов и Школу пара защитников не лучшим образом Антон Белов останавливает шайбу на синей линии и тут была возможность для контратаки а теперь нужно возвращаться Курьянов будет ждать уже здесь партнеров Антон сейчас Динамо попал в ту ситуацию в которую ставил регулярно СКА на смене их ловили и забивали помните голы и Масалева и Анисина Алинин с шайбой в полном составе играют Динамо за тем временем Фролов объезжает Горохова идет борьбу за шайбу лицевого борта Александр Фролов но здесь вдвоем динамо за его не обезоруживают обе шайбу скорее Комаров забирается в положение вне игры ну и тут же еще с Ляминым заодно чтобы два раза не ездить просто и Комаров решает выяснить отношения не ну я думаю что при всем уважении к Леву а он действительно такой мужик но Лямин ему мало шансов даст и в силовой борьбе и в драке и вот повтор момента Игорь Волков все правильно ведь делал над щитком Александр Еременко эту шайбу отправлял но не попал в створ ну там защитник уже чуть помешал в принципе вот смотрите он чуть дальше хотел убрать но Гранник уже там не мешал ну вот Черенко бы забил оказался бы он там а Волков оказался но не забил ладно эпизод за игром пять минут до конца первого периода остается 1-0 динамо по-прежнему впереди но очень и очень непросто и сквечам далась вот эта смена в меньшинстве А Нисин не успел перехватить шайбу так успел им вот по рукам так дали что там руки не отвалились но остается Михаил на льду тем не менее шайба выскакивает в среднюю зону Волкова Комаров опрокидывает в средней зоне ну Жуков не играет и видимо все равно его одели тринадцатым на всех случаях в составе есть как бы основной центр четвертой звена но это понятно было что нет но он провел пару смен на старте матча совершенно точно может быть я думаю что вот как раз после пропущенной шайбы он находился на льду в тот момент и может быть вот как раз Суманин и усадил его в запас ну да наверное как раз он и должен был в принципе тогда страховать если он центр а там же оказалось что нет никого я согласился Бойков с Пережогиным там на дальнем борту в усилий линии довольно долго и ожесточенно вели борьбу за позицию не желая уступать друг другу не пяде ледяного пространства тогда же зашумели недовольны динамовские болельщики но не полыхнуло там к счастью бросок довольно неприятный там был небольшой рикошет шайба так клюнула еще перед карьером но тем не менее не обогнуло его щиток Калинин находит Иванова в средней зоне и раскатываются о мячи Покарев один в окружении четырех соперников но здесь правда прибывает подмога в лице Насалева Петрит Насалев стучит клюшкой по льду но Шкоула не ведется на это а сейчас Шкоула хороший разгон взял но затем все таки начал искать партнеров ну в принципе конечно надо было так по диагонали вбрасывать там Перушин очень хорошо разгонялся ну или двигаться самому перечный пас не лучшим вариантом это точно да но самому мало шансов было какой бы он здоровый не был его бы отловили Пистунов на Квапила делает передачу тут прокатывается за воротами пас на пятачок не дают там Пистунову замкнуть эту передачу Перушин кстати здорово по клюшке соперника сыграл в этом эпизоде не позволив как раз распорядиться этим орудием труда своему оппоненту Лямин отбирает шайбу Квапила Пивцакин Анисин отбирает эту шайбу Квапил держит Аузу и Рабу ловит эту шайбу Анисин тем не менее поздравляет то Сума не подойдет Пивцакину или нет потому что в принципе состоялся надо было Никите выводить шайбу из зоны но не терять Ну что Квапил отличный отрезок провел сначала довольно опасно передачу на пятачок делал на Пистунова ну и затем благодаря активным действиям Михаила Анисина и собственно сам тут Квапил поучаствовал в отпоре шайбы видите тоже здесь лопаты вроде бы вот ту руку которая с клюшкой но успел сложиться Карри Раму и шайбу зафиксировал момент непростой сейчас выручил по-настоящему галкипер свою команду бросок успевает Раму от шайбы отмахнуться не дав возможности Комарову сыграть на добивании Лео там продолжает давать джазу и в итоге это к чему приводит Нестеров которому залез Лео под кожу ударил того клюшкой по ногам и сейчас проследует на скамейке штрафников Лео улыбается Нестеров пытается на него наругаться вот показывают но ему говорят езжай Минута сорок до конца первого периода так что в лучшем случае для себя а мячи до конца первого периода будут играть в меньшинстве вот повтор этого момента здесь по ногам а так ткнул черенком клюшки Комарову в спину но Нестеров и заработал на этом две минуты что-то в очередь так жестко подошли к этому моменту согласен Попов сбрасывание выиграл Ялосвара накатывает на первушину и не позволяет там уже из зоны выбросить Чернов на позиции защитника оказывается но сейчас меняется он позиции с Ялосварой Пестунов диспетчер этого звена Соловьев будет дирижировать атаками команды на синей линии Квапел сохраняет Шайбу хотя оказалось там удается уже Попову ему навязать борьбу Ялосвара мог еще опаснее отскок быть повезло сейчас потом Шайба отскочила и в севку попала мне честно говоря даже вот показалось что Ялосвара так и не определился с тем что ему делать бросать по воротам или все таки в борт в надежде на то что там будет отскок не бросать то он точно хотел хотел створ это логично передача шла слишком назад и оттуда так вот вложиться бросок невозможно там как метло его замел просто в направлении ворота она попала вставляет Шайбу в зоне выводит его Пестунов на бросок и нет Карри Рамос спасает свою команду в очередной раз это Пестунов имел шанс отличиться на добивании но но не забил и это какие шаги надо забрасывать потому что момент был 100% Рама бился как Лев но не все от него зависело Игорь Волков нет не удается ему Горохова обыграть 16 секунд до конца первого периода минимальное преимущество Динамо и благодарить а мячи за то что минимальное их отставание после первой двадцати минутки должны своего вратаря мы увидим наверное повтор этого момента вот он бросок поворотом и на добивании Пестунов не сумел как следует эту шайбу обработать поспешил вон-то паузник мог бы да да кто-то бы не поспешил на его месте кто-то бы не поспешил это финал как я сказал Черенка бы забил безусловно не ворота зачем ну понятно что в такой ситуации конечно очень сложно абстрагироваться ощущение что сейчас тебя будут скатывать в лед но свисток-то прозвучал судья Лайсман показал как ты как ему показалось что он в решении состава но его точно не было и вот как бы извинились и бросили в центре поля итак заканчивается первый период 1-0 Динамо впереди благодаря шайбе Артема Чернова и команда отправляется на перерыв Сергей Наимович коротко итоги первые 20 минут ну что очень закрыты какие были первые минуты Динамо первый свой момент использовала и потом продолжала здорово играть в принципе с преимуществом москвичей прошел первый период счет справедливый как обычно в перерывах финального матча наш корреспондент Наталья Кларк работает в импровизированной студии рядом с ареной суровых ледовых батарей мы очень рассчитываем от Натальи получить вот 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 если она у Динамо спросила интервью продолжает интриговать вот Михаил Адисин все-таки идет и подходит к Наталье Кларк сегодня Наталья Кларк потрясающе выглядит значит будущий чемпион мира и так Наталья Кларк на прямой связи с нашей комментаторской позицией Наталья вам слово спасибо Сергей Инович за то что он замечает все на свете кроме хоккея Миша скажи пожалуйста за тебя сегодня пришел Денис Лебедев болеть я так понимаю персонально да у нас витязи очень дружный коллектив поэтому мы всегда друг друга поддерживаем мы в боях они нас в ледовых баталиях поэтому что тут говорить мы единый кулак а как пересмотрели прошлую игру собственно говоря какие сделали выводы и важно ли было сегодня вам забить первыми шайбами да очень важно но как сложится игра посмотрим это хоккей поэтому давайте будем играть я заметил такой момент Лео Комаров очень часто идет сам на силовые приемы словно провоцирует это какое-то специальное задание или нет нет Лео очень боевой парень поэтому все знают как он играет его стиль боевой настырный ничего не вижу в этом удивительного Лео играет в лучших своих традициях в общем боевая иностранная вся команда Динамо спасибо большое Михаилу за это интервью сейчас небольшая короткая рекламная пауза затем мы вернемся на обсуждение в студию САГАС 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 ЛИДЕР на скамейках штрафников ДОСИЖИВА 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 САГАС 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 ну не знаю пас который давал Анисим был очень неаккуратный партнер был поперек передачи в своей зоне не делается шайба скакала ее остановить было невероятно тяжело поэтому думаю что сейчас Олег Зарок и вот мы видим он там говорит что необходимо какие люди на хоккее что необходимо будет делать и что нельзя так ошибаться опасный момент действительно был возле ворот Динамо Геннадий Андреевич Сюганов лидер коммунистической партии России на матче присутствует в роли почетного гостя ну а возвращаясь к повтору момента с участием Александра Нестерова ну думаю излишне говорить в данной ситуации что Червенко бы забил вот он Роман Червенко с шайбой бросает с разворота приходит она к Александру Попову салмела был готов поддержать атаку но увидел что там партнер шайбой завладевает и без его помощи откатился на позицию на синей линии Пережогин находит вариант для передачи на партнера и удаление за удар соперника клюшкой Сергей Соин отправляется на скамейку штрафников Вячеслав Буланов высоко сидит далеко глядит и увидел нарушение очевидное было и Соин даже не спорил сразу поехал а сегодня мне знаете что нравится с судьями игроки не спорят вообще Нестеров когда его удаляли у него все таки было желание слева больше по душам а он в его адресе высказывался и вот это очень правильная позиция за которую можно только как это модно сейчас говорить среди молодежи выразить респект и нулём ничего не скажешь а Буланов так себя поставил что обсуждать и с кем ничего не собирается да лишние 10 минут зачем же так во второй раз в этом матче Авангард получает Авангард получает и его партнёры распасовщик и снайпер и поэтому он и отдать может забить и сразу ему повышенное внимание пришлось вниз сюда опуститься к своим воротам и нападающим поэтому у него 11 плюс 10 по системе гол плюс пас в этой финальной серии поэтому он лучший бомбардир у ПГГ на 2012 бросок поворотом хлёстка заряжает Антон Белов и очень чётко Александр Ерёвенко действует в воротах складывается забирает эту шайбу через 26 секунд появится на льду Сергей Соин меняет Динамо за свою четвёрку Соловьёв так благодарил выходя на лёд от своих партнёров вместе с ним Яла Свара Горвяков и Комаров Биржокин Червенко Попов по-прежнему на льду у авангарда Салми Лапуец первая пара защиты и снова традиционно вот как традиционно в таких ситуациях Червенко на точке вбрасывания но сейчас линейный арбитр отправляет его оттуда и теперь Горвякову будет противостоять Александр Попов который кстати вот в игре на точке очень добавил за то время что более Райма Суманина кстати играет он в центре да и статистика об этом говорит что уже намного лучше с другой стороны статистика говорит о том что Калинин не вождецкой играет наобрасно поэтому его вот Иванов почти всегда меняет и здесь Горвяков очень здорово с лёту шайбу ловит Кобаров протыкает Салмилу и уже отъезжая в угол площадки теснимый Поповым который кстати здорово в оборону отработал но все равно момент был хороший у Комарова и но если бы не вмешательство Попова момент был бы острее согласен так все таки начал загонять уже в угол площадке отъезжая от ворот его этот бросок производил тут интересный момент был сейчас вот еще одна шайба выигрывается на поле но нет не интересный момент о том что на прескоперенции после вот подавчерашнего матча Сумнин спросил спросили когда вы будете говорить по-русски он сказал ну я не планирую особенно не говорю и Хейкеле вот научился но это не обязательно даю это знание потому что можно не работать больше в России так вот он сейчас очень хорошо объяснял Белову так играть на каком языке на языке хоккея прессингуют а мячи соперника в чужой зоне вот только сейчас выбираются динамовцы за синюю линию почему толпека возвращается потому что впереди предложений нет никаких вообще но вот их сейчас поищет под чужую синюю на толпека но тот шайбу принять не сумел Гусев кстати появился на льду и сразу смотрю я на скамеечку и Певцакина я на ней не вижу кстати вообще еще в первом перерыве в первом периоде разминался Гусев ну да я с вами согласен я тоже посмотрел не видно Певцакина ну давайте пока все-таки повреждение было достаточно серьезным наверное ну и потом ошибка какая-то походу но я не думаю что и до этого он не вышел на второй ну да похоже все таки попробовал Никита Певцакин как он будет себя чувствовать в боевой обстановке и похоже не готов на все 100% невидимый Никита Певцакина на скамеечке запасной вот она прямо перед нами и там любопытная такая ситуация Салмила и Яла Свара причем к плечу там стоят уборщик и так сживает еще о чем-то переговариваться друг с другом финны находящиеся по разные стороны баррикад Фролов катит вперед вот как раз Яла Свару огибает но сегодня у нас финнов полный комплект тренеры вратари пулевые игроки и даже арбитр опа подставлена клюшка это Фролов Е2 вот этот наброс Салмила от синей линии не преобразовал взятие ворот немножечко Александру Фролову не повезло истинному мастеру борьбы на пятачке и тут Квапел выкручивал руками шайбу в направлении ворот омской команды но вдоль ленточки она полетела так и не встретив экипировку Карри Раму под тем углом на который наверное рассчитывал Квапел изображая этот номер не проходит передача Михаила Анисина на партнера не точно на пол получается Байков и червенка на него накатывается здесь хладнокровен Байков через гор Воров ходит Динам в зону Анисин катит на пятачок и приходит к нему шайба казалось бы но бросить Михаилу так и не позволили Аличей Жернов в своем интервью сказал что Михаилу Анисину все-таки надо больше открываться и как бы ну не так много брать игру на себя особенно при входе в зону достаточно много потерь и я пожалуй не соглашусь Удаление будет в составе мячей за опасную игру высоко поднятой клюшкой Кирилл Лямин отправляется на скамейку штрафников а мы продолжим после рекламы Показан Кирилл Лямин новин 3 и команда авангардов Я требую ходать в сенье банкета Курмли 6.33 позади во втором периоде матча между московским Динамо и Омским авангардом москвичи получают численное преимущество во второй раз в этом матче Горохов с кистей на пятак Раму вступает в игру добавить не позволяют амичи своим оппонентам Горовяков с партнерами остается на льду у Динамовцев Граник Горохов первая пара защитников Белоголубых на льду Первушин Волков Шкоула и Антон Белов защищаются у авангарда второй раз по ходу этой встречи Динамо получает численное преимущество Анисин круги вбрасывания но бросать неудобно и там уже вдвоем под шайбу амичи ложились не оставляя пространство Анисину для обыгрыша на второй круг заходит он бросок с кистей опаснейший бросок сейчас Раму был бы бессиле если попал в второй ворот Домаров Домаров тут поддушил Рёна вот Рёна может поддушить Новак хороший перевод на партнера Бойков заряжает и отлетает шайбу Харри Раму но опережают там и Анисина и Горовихова а мячи выбрасывают шайбу из зоны через пятьдесят пять секунд гости будут играть в полном составе Кокарев на льду с Масарёвым и Папенко здорово идёт Кокарев бросок удаление будет ещё одно в составе Омского авангарда и вот это уже очень серьёзно сорок четыре секунды пять на три динамовцы сейчас проведут и это ключевой момент матча не случайно Карри Рамо в центре нашего внимания сейчас вот повтор этого эпизода ну шлаг бал будет выставлял на пути следования своего соперника недолгим был отдых Комарова Анисина и Горовикова Горохов и Гранек вот скажем так первая пятёрка большинства на льду у динамовцев проблема а мячей заключается в том что два ведущих защитников Уитц и Лямин находятся сейчас на скамейке штрафников Волков выходит на вбрасывание и вместе с ним Салмила и Гусев Волкову это вбрасывание выиграть не удается вспомните кстати вчерашний матч в такой ситуации там было 6 секунд 8 по-моему игры 3 на 5 Червенко выпускал Суманин с тем чтобы он выиграл вбрасывание кстати Червенко тогда с задачей справился Горохов на граника бросок и здорово Рамо великолепно Игорь Волков Комаров ну вот он бросает Миша отсюда но 5 на 3 можно и поближе к воротам и чуть повыше подняться тогда и угол намного лучше и быстрее бросок будет и Рамо не успеет примститься все таки вот в той точке откуда Анисин бросал но с другой стороны на повторе мы видели что было это вот нам так кажется а вот и вот если вы будете отсюда бросать Рамо этот угол будет казаться намного меньше если я буду отсюда бросать у нас вообще ничего не получится Сергей Дарьевич даже с метра для меня это нелегко не попал Анисин створ шайба покинула пределы площадки и вбрасывание выносится в среднюю зону в четвером уже о мячи еще минуту 10 Динамо будет иметь честное преимущество снова Кокарев затаскивает шайбу в зону а вот передача на партнера не точной получается Масалев проскакивает мимо шайбы на полном ходу вынужден Динамце отступить Побенко набирает скорость доставили шайбу расположились Попов первушин школа и и Белов ох какой момент прострел и Масалев не успел переправить шайбу ворота Иванов и Несеров так оперативно сменились выскочили на площадку пара защитников Тажова мячей Соловьев выкатился у динамовцев по хозяйке я бы даже сказал Куча Мала перед воротами Раму Кари не видит шайбу он спиной к ней лежит но не позволяет его партнеры Кокареву бросить данной ситуации и выброшена очень здорово на подборе сейчас действовали такисты авангард но в принципе Кокарев и Масалев они же просто великолепны в контратаке и вот в такой скоростной игре позиционно они не так хорошо выглядят но вот последний игр его здоров и все время это звено выпускает Башенкен Бережогин и Пуят со скамейки штрафников выскакивает но сложно ему было здесь сыграть на добивании предупреждал Еременко о появлении игрока авангарда со скамейки штрафников но разве в таком шуме что-нибудь услышишь ну что не удалось динамовцам численное преимущество использовать более того благоприятнейшей возможностью увеличить свое преимущество подопечные Олега Знарка не воспользовались 44 секунды пятером против троих соперников такого шанса может больше и не представиться ну в принципе вы сказали это один из ключевых моментов встречи хотя еще играть полмать Толпеку бросок нет остается шайба в игре хотя показалось что летит она в заградительную сеть Толпека в борьбе с Калининым шайбу отвоевывает здорово закрывает ее корпусом умеет Калинин вести силовую борьбу но пока с Толпека ничего он поделать не может а вот здесь теряет шайбу Денис Иванов по ближнему борту входит в зону Калинин Калинин приходит на помощь ехал его раскалывать Байков в итоге сам динамовский защитник на льду оказался Калинин расчетливая передача на пятачок там Фролов и опять немножечко не хватает Александру чтобы перевести Калинин сейчас выводил шайбу на пятак очень здорово сыграл Еременко но так повезло потому что Байков вторым пошел атаковать как бы испаренный отбор но в результате один свободный игрок был Суин здорово обыгрывает используя рамку ворот да вот сейчас такой скоростной хоккей на встрече курса и совершенно динамо я помню как динамо играло когда 2-0 вели в Омске во втором матче но уже такой очевидный откат был сейчас ничего подобного нет очень много атакует москвичей ну вот момент бросовок здесь был и Масалеву с отскоком не повезло в принципе можно было передачу сделать и вот здесь Масалев опять же был самым активным он добрался до этой шайбы но по слишком причудливой траектории она вылетала и смотрите-ка раму несмотря на то что был повязан борьбой на ситуацию это контролировал до последней секунды только здесь уже окончательно его развернуло но там партнеры поработали по Масалеву и в итоге бросить тому не позволили Соловьев Комарову отлетает шайба от Лео выключаться из эпизода он не планирует и Шкоулу западал в конце концов Лео Комаров через дальний порт теперь мячи пытаются выйти из зоны тоже неудачно и еще один хит но здесь уже Шкоулу готов был к этому столкновению и безо всяких ну вот попытка номер 3 без урона оно для него прошло Горовяков бросок поворотом Константина Горовякова с кисе рядом со штангой шайба летит вы говорите а в принципе Комаров добил своего он заставил Шкоулу не бороться за шайбу а именно применять силовый прием в результате динамовцев владели шайбой здесь шайба выскакивает на скамейку запасных и похоже попадает там в кого-то из динамовцев поскольку находится работа для врача мы вернемся после рекламы сколько мы уже говорили с вами Сергей Ильич о невезучести Александра Байкова и вот совершенно немыслимое выбрасывал шайбу и играл комской команды вылетела она на динамовскую скамейку запасных и надо же такому случиться попадает она в Александра Байкова готовился он выйти на смену что ли? да он стоял и готовился выйти на смену и шайбу попал в голову и сбоку в колено шайба ему прилетела какой ужас да нет даже да в голову попал шейба сейчас попал и вот так находясь на скамейке запасных получает травму динамский защитник авангард одновременно с этим сравнивает счет Александр Попов после передачи Александра Пережогина 1-1 за 7 минут и 9 секунд до конца второго периода да хорошая комбинация просто великолепная остался один Попов давайте посмотрим вот так получилось да как-то так глубоко все динамы закатились но одновременно стали пекать вот видите червенку вдвоем и не надо было центрально подачи ему конечно помогать сколько уже говорили играет каждый из каждым и дополнительная помощь она не идет по встрече а такую же шайбу пропустила динамы в предыдущих встречах просто там был там бы конец отрезка уже устали и побежали на смену и вот так же остался один Пережогин сейчас один Попов в подаче Пережогина забивает этот шайб ну вот это происшествие с Бойковым думаю все-таки сыграло какую-то роль для динамовцев так постепенно приходит в себя мужественный мужественный защитник динамо на скамейке запасных но по-прежнему так судя по его виду даже сзади чувствует себя крайне неважно Александр здоровье ему что здесь можно пожелать итак 1-1 Александр Попов есть первая шайба на его счету в этой финальной серии и авангард продолжает идти вперед и проходит передача Калинина на Фролову во втором периоде Александр все чаще и чаще оказывается в фокусе нашего внимания здорово выбирает позицию на пятачке собственно всегда этим силен был Александр но вот во втором периоде начали у него появляться моменты ну сейчас как раз Калинину надо было оставлять назад шайбу на пояс 3-2 и без помех бы бросало все-таки Фролова уже опекали Александр Попов кстати 10 балл за результативность набирает в этом плей-офф 4 заброшенные шайбы на его счету первым уже навес здесь площадь ворот и Еременко на выходе играет 5-48 до конца и в числу 5 защитников пока остается в распоряжении динамской команды поскольку седьмым защитником заявлен Денис Баранцев но ни единой секунды он не провел в этом плей-офф да и в регулярке в концовке регулярки регулярно попадая в заявку на матч на льду он не появлялся ну это логично не та ситуация чтоб сейчас эксперименты делать но с другой стороны опять же знаем мы Александра Бойкова как невероятно мужественного хоккеиста и похоже он там готов продолжать сейчас Харис Виталинч обменялся с ним парой фраз надел Александр шлем деловито протирает визор и может быть еще до конца второго периода появится он на льду да самый страшный удар в боксе опять же продолжая начатую тему в втором перерыве это тот которого ты не видишь и в данной ситуации сидишь ты на скамейке запасных никого не трогаешь и вдруг прилетает тебе такой сюрприз очень неприятно ну да ладно Комаров огибая Гусева сделал тому больно в этом лево большой спец как показывает практика Горовиков перевод на Анисина Михаил включается бросок низом раму парирует и там Лямин Комарова просто так аккуратно закатывает в лед ну а то о чем мы говорили физические возможности Лямина очень высоки причем Комаров там понятно в своей манере пытался оседлать раму а Лямин как раз в своей манере его туда не пускал и в итоге победа осталась заумским защитником в этом единоборстве если и хотел Лево хоть каким-то образом уязвить раму тот за Лямином как за каменной стеной в этом эпизоде находился за этот удар как раз то что перепрыгивал там и уходил от удара Комаров там я думал он там случайно заделал так отмахнулся рукой ну и вот момент когда Лямин задавил вот такое послание такое сообщение посылает своему оппоненту Кирилл Лямин там и в первом периоде были у них попытки побеседовать Байков вот он на льду и сразу очень жестко встречает Пуеца жестко настолько что Пуец даже покатился на смену морсить от боли Нестер был потом двинут да, Пуецу больней потому что он его отправил в борт потом и успел еще Байков и Нестеру атаковать итак 1-1 у нас 4 минуты до конца второго периода остается Кокарев шайбой прокатывается за воротами разворачивается нет не разворачивается делает он это только сейчас потерял он контроль над шайбой и Нестеров показывает что нет у него клюшки передача на пятачок ну там Масалеву сложновато было шайбу в ворота переправлять да вот сейчас самый интересный момент игры ничья 1-1 и а динамо в первую очередь понимают что если сейчас там да чуть успокоится потом очень сложно будет и с другой стороны авангард но уже показал и в серии с трактором и в серии с динамо что буквально из ничего момент создают и используют и потом если авангард все матчи ввел в счете там никто не отыграл Калинин обросал и снова Фролов там был на добивании здесь терял равновесие тем не менее пытался даже в падении вот так проткнуть в шайбу под Еременко досталось здесь по ловушке Александру отчески но при этом там никаких вопросов не возникло ни у самого Еременко Фролову ни у Яла Свары который там находился на пятачке все очень спокойно там разрешилось разошлись ну не тот опять же случай когда следует лезть и выяснять отношения Пережогин Попов и Червенко собственно все омские шайбы на счету именно этого звена в этой финальной серии три у Пережогина одна у Червенки одна у Попова Истунов с Поповым борется и Попов эту шайбу выигрывает ну вот Попов очень быстрый и вертки такие есть вот так не такой габаритный но такая невеликолепная Лямин обыгрывает Квапило идет к воротам и в последний момент по-моему Пистунов бросается под шайбу и изменяет несколько направлений ее полета отлично Лямин сыграл а в этом эпизоде так финтом движением плеч усатил на лед Квапило и покатил вперед как такой мощный трид наут в последний момент вмешательство Пистунова уберегло Динамовцев под неприятностей и смотрим что у нас там на противоположном конце площадки тот же Лямин выходят на мячи из-под прессинга к Иванову шайбу приходит просит Калинин который находился на скорости Иванов сам входит в зону двигает шайбу к вороту он там Новак грамотно располагает коньки и обогнуть его шайба не могла никоим образом опущенное по льду втроем здесь динамовцы собрались у дальнего порта тем не менее сохранили они шайбу сумели разъехаться но ненадолго хватило потенциала у этой атаки расстроенным таким Денис Толпека катится на смену так и не удалось ему вот в этой смене проявить свои лучшие качества Аниси не получается бросок у Михаила уже защитники сейчас авангарду устали и все равно надо было вывозить шайбу из зоны а они пытались начать атаку и вот Аниси был неплохой момент Комаров салмила применяет против него силовый прием Комаров отбрасывает шайбу в направлении Горвякова тот пытается за нее зацепиться ничего из этой затеи не выходит Семин на Калюжного Горвяков шуткуется его атакует мячи прессингуют соперника и на сине линии отбирают шайбу минута ну они вот сейчас демонстрируют хоккей который мы говорили что такой удушающий и очень здорово и активно играют и в зоне соперника особенно мощно в средней зоне практически вот так тяжело москвичам контролировать шайбу в зоне соперника почти не получается вход Пережоги закладывает вираж и такой слепой пас пытался сделать до портера смотрел Пережогин в одну сторону на синюю линию а двигал шайбу в направлении Червинги которого видимо же спинным мозгом чувствуется но не прошла эта передача не повелись динамские защитники на вот этот финн тушами а такой же момент был когда Попов забивал точно так же по правому краю вошел Пережогин в зону резко затормозил вираж и Попов был один и сейчас успели вернуться динамовцы и разобрать своих игроков нельзя было брать Масалеву шайбу было бы положение вне игры и заканчивается второй игровой отрезок в котором удалось авангарду сравнять счет любопытный момент сейчас Белов отдает пас уже все показывают все не надо играть уже давай за воротами оставим доиграем это 7 секунд нет Белов решил отдать передачу на Волкова практически подставил свой партнер который пропустил целый прием и потом уже Белов идет разбираться слайдсманы встают живым щитом на пути Лео Комарова который так торопится в раздевалку свою что не собирается он ждать пока фоккеисты авангарда не имеет площадку а в этом перерыве Андрей Жиранков готовится брать интервью по итогам второго игрового отрезка собственно как только мы получим сигнал по готовности обязательно вам сообщим Сергей Наилич коротко ну что справедливо говорили после первого периода что Динамо выиграла и справедливо что авангард с игра сравнял счет вот они все таки переломили ход встречи и я думаю что самое интересное нас ждет впереди все справедливо 1-1 после этого периода Думается подравнялись команды по броскам в створ после первого периода динамовцы очевидно лидировали в этом статистическом разделе ну скорее всего интервью не будет ну что же пока интервью у нас не будет мы уходим на рекламу после которой в студии Андрей Журантов Наталья Кларк и Александр Кожевников разберут моменты из второй двадцати минутки оставайтесь с нами итак мы продолжаем работу в прямом эфире после второго периода счет 1-1 к нам присоединился Алексей Яшин Алексей здравствуйте говорят вы ударились в моду начну не с хоккейного с того что вы были недавно на показе там специально гадали с вами то расскажите об этом подробнее ну надо подробнее рассказать в другой как-нибудь передаче да действительно был показ понравилось понравилось очень здорово что было очень много народу наверное тоже понравилось вот а то что касается хоккея обалденный хоккей никто не знает кто выиграет а за кого сейчас вы болеете я болею за красивый хоккей я болею за красивый хоккей Саша попросил меня откровенно говорить и откровенно конечно есть определенные отношения к динамо московским потому что я играл в этой команде наверное состоялся как игрок и поэтому очень благодарен этому клубу а то что касается хоккея посмотрим болеем за красивый хоккей Саша и Алексей скажите дозревало то что авангард в втором периоде сравняют счеты и опять у нас действует кто нахер действует но это отличается в этой серии вообще наверное как аксиомы какие все это знают если вы не забиваете играя 3 минуты в очередь и 44 секунды втроем и ничего не создав то естественно московского обратно и назревало вот мы сейчас это увидим да и все по игре вот сегодня все поиграет никому не преимущественно но вот еще все впереди динамо все сети не согласятся захотят выиграть и придет максимум усилий чтобы сегодня они сейчас же с твоих весов ну кому больше импонируете по ходу сегодняшней встречи кто лучше действует Динамо или Алангард все таки вот есть небольшая разница потому что она должна быть в результате кто это выиграет один кто должен доминировать мне кажется Динамо действует немножко больше с напором сегодня но у Омска больше исполнителей которые могут исполнить момент то что и произошло во втором периоде очень классно разыграли я хотел как раз отметить что гол создал именно Червенко потому что он звез всех защитников на пидак и там обалденный бросок по полу просто ну кроме обнимали все так стоят противоположные вратами которые команда права вот как раз таки гол мы показываем вот где здесь была ошибка в чем была ошибка Саша объясните ну там явная ошибка произвела нападающий своего дизави да в центре поля накатился и остался один ну вот так как Алексей сказал все начали обращать внимание на Червенко который здорово там наватил в углу защитников и все свез их отдал красивый пас но при таком напряжении при таком счете как будет развиваться борьба и кто сейчас должен играть первую стрельку или должны все не знаю выжидать нужного момента чтобы забить шайбу я думаю что обе команды хотят выиграть но будут играть наверное осторожно и ждать ошибки соперника и конечно Динамо не использовала 5 на 3 вот этой ситуации потому что при счете 2-0 Омску было бы сложнее сейчас у них немножко появилось так воздуха и наверное на этом они смогут более комфортно себя чувствовать в третий период ну вообще для финала это нормально что в принципе такие небольшие счета вот я смотрю сейчас начался в НХЛ да первый раунд раунды плей-офф допустим Илья Брызгалов и Малкин играют друг против друга у них там безумные счета безумные непонятное дело что? я шучу я шучу я этого не слышала я шучу конечно нет но это же у нас были хорошие счета в начале плей-оффа да а ближе к финалу все меньше и меньше ответственности больше у игроков и поэтому вот такие вот смотрите сегодня статистика по броскам она не такая разительная как в третьем матче была Динамо и броски авангарда практически одинаковые как вы думаете сейчас должны на первом поле быть опять же те же люди которые забивали в предыдущих матчах забивали вот в этой серии или кто-то новый может появиться неожиданно из второго звена мне кажется любой игрок может забить особенного потому что очень много действительно хороших нападающих которые могут решить момент но опять же таки посмотрим потому что счет 1-1 и неизвестно чем сегодня все больше а вот я хотелось вам задать как действующему хоккеисту еще вот физика она удивляет или не удивляет что в принципе обе команды в большей степени авангард демонстрируют превосходную подготовку к финальной серии я смотрю хоккей первый раз очень близко ко льду обычно сидишь высоко им все кажется прогнили очень быстро скорости действительно очень меня впечатляют и ребята бьются и отдают все силы поэтому очень интересно смотреть и обе команды заслужили победу поэтому тот должен проиграть ну что мы заканчиваем пока здесь и снова будет овертайм еще сюда вернемся сейчас обретают слово Роману Скворцову Сергею Нельчугибаеву итак полминуты итак полминуты и так полминуты остается до начала третьего периода четвертого матча за Кубок Гагарина между Динамо и Авангардом 1-1 у нас после сорока минут игры зажег сейчас по-настоящему диктор по стадиону объявление кто потерял ключ от автомобиля популярной марки вызвало бурю в основном на трибунах желающих получить этот автомобиль было много это здорово но в комнате милиции они могут получить эти ключи в комнате милиции это хуже полиция какая милиция о чем вы полиция Сергей Ильич важное событие произошло во втором периоде собственно помимо того что Авангард славнял счет эта шайба для нападающего мяче Александра Попова стала сотой в составе Омского клуба спасибо пользователю твиттера БВ-82 за этот интересный факт ну и наше поздравление Александру Попову с юбилеем 100 шайб забросить вообще непросто а уж по нынешним временам в составе одной команды дело то вообще практически невиданное но кстати Александр такой настоящий патриот уже довольно давно за умскую команду выступает итак Калинин с партнерами на льду у гостей Салмилый Пуец первая пара обороны у Динамовцев Горовиков Хомаров Анисин и Граняк с Гороховым Горохов там очень внимательно на синей линии против Александра Фролова действовал буквально шагу тому не давал ступить и знаете показалось на секунду что вот пойдет сейчас Фролов в буфет пойдет за ним Илья Горохов передач на пятачок не проходит Анисин эту шайбу подхватывает вынуждая взлетать надо льдом Юрия Петрирьона так довольно лихо это получилось у финского арбитра бросок поворотом с лопаты Иванов и Попов туда уже выскочил на смену летел на добивание но не повезло ему немножечко Арен взлетал так что при соответствующей подготовке тренировке и двойной аксель может осилить в ближайшее время финский арбитр Бережогин и Червенко присоединяются на льду к Попову Белов и Шкоула пара защитников у Динаунцев Сойн с Волковым и Толпеко Бережогин шайбой владеет выбирается и за ворот бросок где шайба шайба вот она падает на лед после рикошета о заградительную сеть и выбрасывание будет в среднем зоне фирменный вот сейчас такой выход из-за ворот был Александр Пережогина в таком стиле он забросил трактор и обсуждали ошибку это Гарната или нет но когда попадает какие из данной ситуации какие тут вопросы вообще к голкиперу могут быть здесь скорее все-таки вопрос к игрокам обороны которые позволили бросить потому что мастера снайпера такого уровня как Пережогин на выбор шайбу укладывают Константин Волков рвется вперед Гусев его останавливает напомню что выбыл по ходу этого матча из строя защитник Евцакин кстати вернуться Никита на скамейку запасных своей команды вот он здесь в правом ее углу ну вот сложно сказать чем вызваны такие переходы Никиты из одного состояния в другое Кокарев Кокарев Масалев и Бабенко и там Динамовцов на льду сейчас у Хозяев и Семин Семин Червенко и Волков вот такой неожиданный состав Райму Суманин да он составы перетасовал очень прилично и мы видим что вот ну нет стабильных троек ну как-то еще в первом периоде усадил он Михаила Жукова и честно я очень сомневался что Жукову сегодня много игрового времени получит вот Суманин как раз из тех кто ну очень не любит изменения в составе так кто-то провалить игру должен чтобы его не было по ходу матча вы имеете ввиду ну по ходу матча это ну совсем надо слабо сыграть а так даже на следующую игру когда на пресс-конференции задали если сможет Певцакин играть что с ним спросили он говорит я не знаю но а будет ли играть Александров ну вот если Певцакин сможет только тогда он будет играть ну там в одной из газет тоже была так любопытно интерпретирована речь Райму Суманина я не знаю что у него травмирована рука или голова я надеюсь на лучшее и вот догадайся мол сам что имел ввиду Райму Суманина Яла Свара вот чужую синюю но там в момент приема шайбы школа атаковал Чернова и тот обработать ее не сумел тем не менее касание там было проброс арбитры не зафиксировали Белов выковыривает шайбу и контратака нет все таки останавливает ее линейный арбитр потому что в борьбе с соперником Антон Белов оказался за чужой синей линией только потом туда попал он шайб оставлял назад она успела выйти за синей линией вот сейчас повтор и при этом еще и достал очень прилично Белову там Волков отработал и Белов отдает шайбу назад а там же корпус открыт и его в борт так вмяли подходящий вот тут Калинин хороший силовой прием против Яла Свары провел три минуты позади у нас в третьем периоде Гусев на Лямина получает обратную передачу форсирует красную линию вбрасывает шайбу в зону и тут прилетает к нему Комаров я вот согласен с тем что как играют сейчас динамовцы они понимают что опасно о форсирует и Еременко в ближнем бою страховать должны были сейчас что его партнеры что динамовцы не отдали инициативу авангарду потому что если авангард то идет что-то невероятно тяжело будет отыграться поэтому надо забивать первым ну собственно весь опыт матча номер три выпьет буквально об этом ну и первый матч так же прошел а сколько 47 минут было в распоряжении динамовцев на то чтобы отыграть шайбу заброшенную Александром Пережогиным но и этого при меня оказалось мало выигрывает амичи в браслоне углубляется в чужую зону идет в угол площадки где толпеку окончательно останавливает продвижение омского защитника вперед шайбу динамовцы отвоевывают ну и тут же прессинг пытаются накинуть на них амичи очень активно Перовушин там прессинговал и закончил вот эту свою смену силовым приемом против Гранника покатился на смену Владимир Перовушин Нестеров Семин и Волков такое теперь сочетание презентует нам Райму Суманин не удалось толпека по правилам сейчас с этой шайкой заехать в дом опять такая небольшая помарочка действует вот там на дальнем борту имело место но на этот раз обошлось все для мячей и Суманин как раз вот фуидку сейчас обращет его вот этот пламенный монолог а кстати вот за Суманин смотрите вот он очень активно вот такую воспитательную работу именно вот нюансы подсказывает объясняет потому что это редко увидишь момент Бабенко бросок у него не получается Белов шайбой идет вперед атака с численным преимуществом но Волков ну не Волкову при всех его плюсах как его не хвалил Суманин ну не надо заниматься своим делом что там давай через спину пас если можно было просто зрячим 3 в 2 там шли а мячи но не прошла эта передача у Игоря Волкова Нестеров там развил вторую космическую скорость и уже катил на ворота разрывая как раз вот эту динамовскую оборону подвело желание сыграть красиво Игоря Волкова в этом эпизоде шайба покинула пределы площадки рикошетом от клюшки динамовца вот как раз повтор этого момента ну в принципе принимая близко к воротам и оба защитника разъехались если можно было самому атаковать Иванов не сумел сбрасывание выиграть здесь промахил махнул мимо шайбы Пайков в центре площадки Иванов с лопатой в ближний угол не опасно но тем не менее в одну из версий статистики этот бросок попадет хотя в общем ничего особенного там не было Гусев набрасывается на него пестунок тем не менее шайбу они мяч из зоны выводят Гусев сейчас Чернов в последний момент решил не доводить целый прием до конца смена идет по ходу матча Пережогин Червенко и и Попов уже давно на лед десантировался Чернов вы сказали он не жесткий игрок не его задача постоянно на свой прием по борту шайбу ходят здесь первым на ней оказывается Попов правда тут же Бойков рядом с ним шайбу из зоны динамовцы выбрасывают и более того делают это с пробросом Бойков устал и катился он на скамейку но что здесь а вас Бойков я попрошу остаться говорят ему арбитры смены при пробросах запрещены Калюшный Первушин и собственно Курьянов да Салмела Пуец первая пара защитников у амичей Пуецу не удается шайбу в зоне сохранить граник катились в красной линии амичи снова перекрыли они здесь возможные векторы развития динамовской атаки и в итоге не то что потрепанными а вообще никак динамовцы в зону соперника войти не сумели близится реклама которая во втором периоде стала для динамовцев роковой немножечко буквально мгновение потеряли они концентрацию за это за время полуминутного прейка и амичи как раз забросили свою шайбу Александр Попов отличился в сотый раз повторюсь в карьере за омский авангард наше поздравление Соловьев нашел свободного партнера Михаил Анисин движется вперед опять же вроде бы свободен Анисин но при этом игрока который готовится его встречать страхует партнер и два нападающих партнера Анисина по звену разобраны деваться в этой ситуации некуда и вот сейчас у нас будет рекламная пауза после которой продолжим с первую треть треть третьего периода ну что обе команды понимают что такая заезжая фраза по воротам более удачливый что ли мячи в разрушении а так как то вот карри раму в деле мы в третьем периоде не видели почти бросок по воротам до Еременко шайба не долетает выход в контратаку динамовцам а вот удаётся усилиями Новака которого тут уже готов встречать Лямин поддержал Константин Волков пусть его он обезоружил но и увязли увязли динамовцы чередуя от значительных подостроения комичей Сёмин Нестеров и Волков здесь вторым эшелоном эту атаку поддерживает Нестеров из-за ворот на скорости и Волков на пятачке где шайба она катится к воротам но всё-таки прижимают второй раз в этой встрече в те же ворота левые по телевизионной картинке Волков оказывается перед воротами соперника в одиночестве и не пользуется этой шикарной возможностью Попенко здесь пострадал в столкновении с Ивановым вот видите прыгает шайба и какой шанс был Игорь Волков но уже здесь Волков помог и видеть подбил клюшку и не дал Волкову добить но вот вы сказали что вот Омск проще ходит но на самом деле постоянно преимущество допустим идет Динамо в атаку и у Амичей всегда больше народов и там приходится двоём против троих троём против пятерых а Омск практически все на контратаке в худшем случае для Амичей в равных составах два против двух трёх трёх плотности обороны у Динамо нет сейчас не успевает вернуться назад слишком глубоко увязают нападающие и вот от этого вот эти все опасные моменты у Авангарда и это при том что у Омска защитники не боятся подключаться они регулярно возле ворот Динамо оказывают Пестунов с шайбой вышел он из подавеки набросил на пятак Квапил слёту эту шайбу поймал переправлял у ворота на раму предвидел и подобное развитие событий ударил из шайбы ему в щитки Квапил на этот раз из-под защитника Антон Белов клюшку засовывает и смотрите какой неприятный отскок на пятак но опережают здесь Квапила буквально на мгновение едет Марок меняться уступая место на площадке Кокареву ну вот взорвались динамовцы посмотрим к чему это приведёт Антон Белов из средней зоны Ерёменко отражает шайбу в угол площадки Белов доработал до конца шайба мечется перед воротами бело-голубых Пережогин бросок и пришлось потрудиться здесь Ерёменко очень неприятно сейчас было ему поскольку ну когда Пережогин бросает вообще не знаешь чего от него ожидать как показал шайба так по несколько в противоход Ерёменко полетела тем не менее Александр с ней справился а тут и Рамо пришлось потрудиться опять же клюнул шайбу после броска Дениса Масалёва но внешне очень легко Карри её выловил Школа нет Горохов не позволяет шайбу в свою зону бросить Лямин и Комаров здесь уже со всем почтением к Лямину подъезжал безо всяких там Кирилл уже лево всё объяснил во втором периоде я не думаю что Комарова может запугать не с такими он встречался да нет безусловно но здесь не вопрос запугивания а вопрос отношения тут уже не пытался цеплять там ну сейчас это ведь поймите самой силой отбирает именно борьба вот эти торможения там силовая борьба вот когда там очень устаёшь а когда вот на прокатах катаешь ну можно там много там гаражей таких не крутых наделать и и там и шесть сторон сбегать спокойно не устать Горох пытается зайти на второй круг Лямин рядом бросок из круга в красу не здорово Лямин блокирует этот бросок пришёл прям не пришлось ему ложить налёт клюшкой поймал черенок клюшки шайбы попала но опять должна была там оказаться на пути следования и разгадал Лямин замысел своего оппонента Анисин наград скорость движется вперёд отправляет его на дугу за воротами Михаил Раму перемещается Анисин шайбой в ближнюю девятку не получилось здорово как делал Анисин вот как раз он выкатывался за ворот вот так защитники должны были открыться под бросок а они стоят и боятся провалиться а здесь Горовиков как раз на защитника как Лев Иван Чьяшин там уже Раму летит вправо от себя угол ворот но ловит шайбу на себя его партнёру удаление будет составь ёмской команды Юрий Рён ну вот противоборцев Лямина и Комарова привело всё-таки к удалению переваля и так за 9 минут и 6 секунд до конца третьего периода Динамо получает Ух ты Карри Раму получает этот 2-х минутный штраф вот повтор момента ну да Лео опять же добился своего залез он под кожу и вратарю даже на этот раз удар в голову Раму это выражение в прямом смысле достал сейчас решают кого отправить отбывать штраф за Раму Раймо Суманин здесь аплодирует иронически Вячеславу Буланову тот приглашает наставник авангарда на беседу Фолта зафиксировал на самом деле Рён да, бросок то у Аниси был очень опасный и вот плечом попал и дальше там ещё смотрите как здорово он сыграл шайба прыгала и буквально кончиком клюшки в одно движение укротил его её Михаил Анисин ну да ладно проехали ломается клюшка у Динамовца Бабенко мчится на скамейку запасных пока вчетвером его партнёры тут пытаются в зоне закрепиться Пистунов вместо Бабенко на лёд десантируется но вот этих мгновений не хватает Дмитрию чтобы накрыть Волкова который шайбу из зоны выбрасывает Берушин Баков Салмила и Пуец вот четвёрка меньшинства лунской команды Масалёв с Бабенко вернувшимся и Кокаревым у Динамо на розыгрыше лишнего в первой смене Новых и Байков не использовал с дорог вот это сочетание в серии соска а сейчас они выходят всё чаще и чаще но пока ни одной запроса лишает звена но всего-то один раз в большинстве динамовцы отличились в этой серии ну просто я говорю что ищет конечно там что делать причём а как бы Кокарев и не в большинстве забросил в матче номер два Кокарев шайбу отвоевал сейчас получает возможность динамовцы расставиться в чужой зоне Бабенко на Масалёва и тут уже накатывается Шкоуловым большой руки длиннющие клюшка большая и как на коротке на тихой волне у Бабенко с Масалёвым не получилось шайбой перекидываться Шкоула выводит из состояния равновесия Кокарева и шайбу амичи выбрасывает очень оперативно следующая четвёрка выскакивает на лёд Берушин Сёмин Салмила и Уец Горовиков Анисин снова Михаил набирает скорость Роже прокатывается за воротами и не поняли здесь партнёры друг друга и в итоге Сёмин получает возможность один убежать в эту контратаку да, против троих соперников но в данной ситуации Сёмину и он не надо выжимать максимум Ему нужно выкрасть как можно больше времени из динамомского большинства и более того это большинство заканчивается Оуууууууラ… Лямин выбрасывает, из очереди Хоккеиста Московского Динамо И там Михаил Анисин за партнера заступается Молодец Михаил Но я думаю излишне говорить Что этим хоккеистом Московского Динамо Был Лео Комаров Удаление вот будет путь удален Ну я не знаю Там я постоянно Комарову защищаю Но вот это не солидно Вот уже вратарь приезжал Ну куда ты касси Вот что делал защитника Распахивается и Динамо Ну вот правильно Что его тоже удалили В принципе вот эта провокация в высшей степени Лео показывает Что пострадал он в этом Эпизоде Если ты пострадал Иди получим и тиск Планов как раз вам показывает Если вы не можете отсидеть свои 2 минуты Пройдите Ну да Тогда пускай другую Я вот это На что рассчитываю Комарову Что его буду там пускать Ну в общем-то Ооо там какое серьезное выяснение отношений Это идет Но опять же Пусть его Такого бойца как Сергей Гусев Там не напугаешь Ну и поэтому Да нет там никто не пугает Там как раз обещают друг другу Все кары небесные Такое впечатление Гусев и Комаров Ну посмотрим Так Гусев не твусмыслно показал А мы когда видели последний раз Собь Комаров дрался Не видели вообще Может быть сегодня повезет В кавычках Ну ладно Мы здесь не за этим 4 на 4 Команда играют Гервяков, Анисин остались Новый бойков Это четверка Динамо Пережогин Попов Который вот так Включается И Школу Там летит Поддерживает Это атаку Штанга Штанга Спасает ворота Динамо Анисин Но здесь от Школу Ему лететь не удается Тем более Соградая Школу Катился И у нее запас был И не успевает Бойков на смену Пережогин Еременко Выкатывается Под этот бросок Сокращая угол Обстрела Ловит шайбу Вот так Отличная атака И Школу Крался Крался И в конце концов Вывереннейшую передачу Попов ему сделал Ведь еще подработал Шайбу И как знал Что именно там Находится партнер И Шайба Попадает В штангу Какой момент У гостей 6.33 Еще полторы секунды В полторы минуты Команды будут играть 4 на 4 Калюжный Вбрасывание Выигрывает Салмеля на синюю линию Салмела двигал Шайбу Червенки Но того Яла Свара Как раз Борьбой повязал Яна Яла Свара Шайбу подхватил Движется вперед Несмотря на то Что калюжным Всячески препятствует Ох как На якорь встал Шпагать И практически Зацепился Яла Свара За синюю линию Позволив Квапилу Войти в зону Но там уже Какое-то Фифтование Начинается Квапил Теперь горит Желанием Выяснить отношения Здесь Рамо показывает А чего он там Плин выставляет Рамо заводится Кстати Это не очень Хороший знак С другой стороны Здесь и с защитником Авангарда Ну Рамо Он не псих Он не псих Он заводится Но он как бы В позитивном плане Нет Это нормально Да Пистунов недоволен И вот видите И да Тут наверное И удалить можно было Я Рамо понимаю На него постоянно Комарок все время давит И воротов гоняет И судьи за это не удаляют Конечно он уже страхует Пустим Что-нибудь интересное Школа И Волков Опа Нет удаления Оказалось что Подцепил там Квапил своего соперника В средней зоне Ну нет Так нет В ситуации 4 на 4 Видимо не хотят Арбитры Горяным образом Менять положение На льду 4 на 3 Это серьезное Честное преимущество На концовке игры Да Опять Пистунов Катит На добивание И тут опять Такое пускание Легкое идет С той и с другой стороны Но как-то в отсутствие Комарова Все это Без огня Проходит Червенко Пережогин Белов Уец Четверка Амичей Без огня Так уже остается Чуть больше 5 минут И четвертая игра И такой темп От всех игр Тут особенно уже И силка так Не с избытком Мягко говоря Выигрывает Амичи Вбрасывание Пережогин Два соперника Перед ним Пережогин идет В обыгрыш Смотрите как здорово Горох Выиграет В отборе Сначала Клюша Шайбу выбил Из-под клюшки соперника Затем еще Налиту ее Поймал Зафиксировал Сделал передачу На партнер Другое дело Что атаку В 11 Не получилось Бабенко Здесь заставляет Нарезать Виражи Белова Пуец Потеряли Амичи Шайбу 10 секунд До появления на льду Пятых Полевых игроков С той и с другой стороны Кокарев бросок Из-под защитника Рамо Шайбу барирует Шайба в угол Отлетает И достается Антону Белову И это удаление Сейчас будет У Динамо За удар соперника Клюшкой Давайте посмотрим Что же там Настолько болезненно было Кокарев не спорит Он уже У скамейки Штрафников Ждет Когда ему откроют Вот Нет И столкновение Ну и Ну и Удар соперника Конечно Клюшкой был Ну и Куда же он там попал Что действительно Так сложило Аж Антона Белова Появляется Врач На льду Сейчас за ногу Держит Антон Белов Может быть Ну понятно Куда попало Но Я не знаю Это такие удаления Ну это Между Давайте Хоккейными шортами Какими трусами Как угодно И щитком Ну и И что Ну давайте посмотрим Что там человек После каждого Такого удара Падать будет И удалять Ну давайте Смотрим Ну Ну что Такое удаление Ну больно Больно Постоянно И каждый раз Валяться Каждый раз Нет А в конце матча Почему нет 5 минут 2 секунды Ну я не знаю Что там было Кто-то спрашивает Ну больно Уже за 2 минуты И так Это максимум Что можно за это было дать Ну 2 минуты И дают А что он мог Там выискать Денису Хоккареву Опять же Он с арбитром Не спорил Он сразу Покатился На скамейку Штрафников Удар был Да Согласен Согласен Ударили Но таких ударов За игру Ну десятки Точно Но не падают После Итак Червенко Попов Пережогин И Попов Становится на точку Вбрасывания Кстати Пережогин Накатывает на Бойкова И выигрывает Это единоборство На пол зоны Волков Поджимает И Салмила Вот традиционная Бригада большинства Омской команды Бойков-Новак И Комаров-Сгоровиковым Четверка Динамовцев Червенко Контролирует А мячи шайбу Но им торопиться Некуда Потому что Нужно забросить Одну Бросок Червенки И Еременко Шайбу ловит Да Вот эта позиция Тоже Червенко Клонительно И такой бросок Неплохой Успел Переместиться И Еременко Ну и все видел И так технично поймал Двадцать шесть секунд Динамовцы отыграли В меньшинстве Меняют они Свою четверку Бездунов Стоин Яласвар Соловьев Шкоула Вместо Салмилы Вот единственная Замена Которую делает Карираму Сейчас Шайба Выскакивает В среднюю зону Формально Бросок не выиграли А мячи Поскольку они Шайбы завладели Но вот Шайба Из зоны Вышла Уже Попов Перевод На Дальний борт Стенка Такая длинная Получается И передача По задумке Была хорошая Дальше Но не прошла Она Динамовцы Шайбу Выбрасывают Из зоны Еще минуту Десять секунд Динамовцы Будет играть В меньшинстве Соин Прессингует Шкоулу Очень неплохо Действует Сергей Соин Он крадет Крадет По секундочке Вот это Омское большинство Фролов Не пошел За ворота Приглашал его И подставлена Клюшка На пидоке Еременко Шайбу парирует Калюшный К этому оскоку Не поспевает И не совсем Готов был Потому что В принципе Накатываешь Смотришь Клюшку внизу 35 секунд До появления На льду Кокарева Пуец Не поняли Друг друга Здесь Пуец И Калюжный Более того До проброса Мечи Доигрались За 25 секунд До выхода На лед Пятого полевого У Динамо Вбрасывание Будет у ворот Карри Рамо Карри Рамо Анси Саунила Все калюжный Во время бородатых Мужчин Слови с другой стороны Много Масалев шайбу потерял Была у него возможность сыграть через защитника Не воспользовался ей Масалев Решил еще чуть-чуть время потянуть Шайбу передержал У него отобрали и доехали до черных ворот С броском о мячи в итоге Ну вот я вижу, что Курьянов правильно Сейчас претензии Фролова предъявляет 3 в 2 едут и очень просто Обе команды стараются завершить Сбросок назад нет Вот гол сбивал, когда авангард великолепный же Разворот Пережогин сделал И все накатывался от попов И момент был отличный А тут даже из позиции, когда Ну невозможно бросить, бросают Семин против Пистунова Это Горякова На точке вбрасывания выигрывает Это единоборство мячи Но опять же шайба выскакивает в среднюю зону Низгусев и Лямин Пара защитников Горяков, Комаров, Соловьев, Ял Асвара Четвертый Динамо, в котором осталось до всего ничего Видим, что авангард в концовке за последние 5-3 минуты играет сильнее Во всех этих трех матчах они выглядят посвежее Наверное, еще такой очень хочу выяснить Момент в третьем периоде Удаление, когда было Белов симуляция, удаление Кокарева Симуляция была Белова или нет Там очень важный момент, практически ключевой был матч Ну и по повтору было видно, что он попал очень здорово Колено? Колено в руку Там не был такой момент, потому что рука была внизу Но он здорово попал в отмыш Попал в исчерное место Удаление справедливое В смысле, видите, нам все даже и не спорили бы больше Мне еще показался, такой был момент очень важный у Анисина Когда, вот сейчас мы видим, как Анисин здорово действует Вот смотрите, вот он выкатывается, бросает выше ворот Дальше он укращает шайбу, уходит направо Продолжение мы не увидели, это атака нам было очень интересно тоже И попал в штангу, вот мы видим Нападающий омского авангарда А вот мы видим, вот штанга Вот он и штанга, да Пережокин, да, Пережокин попал, подавал, Пережокин попал в штангу Та же комбинация, а не в принципе А вот момент 2, они все обрискачут А вот момент, да, когда она чудом просто туда не поднялась Вот и чудом не зашла Вот эти два момента, конечно, в конце тренировки тех периодов Говорят о том, что у авангарда было вот этого небольшого преимущества Преимущество, да, так важно Вот он, эта штанга, вот здесь вся... Ну, значит, понятно, хата обычно в стороне Динамо Они, по идее, должны забить, я знаю Эти брать, такие, в нашей жизни, в троем Динамо не забило По логике, авангард был уже забил По логике, если Динамо не забил 100% моментов Значит, Динамо должно ответить на голом Вот мы как раз сейчас слышим, как болельщики приветствуют команды Уже выходят на лед Будут готовиться к первому овертайму Пока, первому овертайму, посмотрим, что будет дальше Красивый хоккей Болельщики радуются, что им предоставился еще одна возможность Подборить напряженный, красивый хоккей Кстати, мы встанем трибуны, где как раз прилагаются болельщики У меня ощущение, что они считали, что авангард нажмет Статистика, статистика, равна статистика, как мы видим, в мотивах троембране Соотношение бросков в спорт Соотношение футболных бросов везет в пользу Динамо Но при этом по эффективности все-таки авангард Динамо не уступает Мы видим из ночи в матч И Динамо авангарду тоже не уступает Я уже верю, какая патриотическая песня включена Наполем своих игроков Динамо А там победа нужна на всех Но обещал тоже Я думаю, сейчас самое время придавать слово нашим комментаторам Сергею Дайвичу, Демаеву и Роману Скворцову Ребята, вам слово Спасибо Наталья, спасибо Андрей, спасибо Александр Телеканал Россия 2 продолжает свой рассказ о четвертом финальном матче за Кубок Гагарина Между московским Динамо и авангардом Вставляющим Омскую область Час ночи в Омске, но я уверен, что никто там не спит Это точно, никто не спит В Омске там весь город, вся область в хоккее Весь Восток хоккей Я думаю, что и в Хабаровске не спят И в Петропавловске и на Камчатке, и во Владивостоке не спят Доброе утро, говорим мы им и продолжаем Итак, дополнительное время до первой заброшенной шайбы Количество овертаймов не ограничено Шайба уже брошена, уже идет игра Но диджей не желает униматься Вот только сейчас, видимо, выдернули кабель Из его вертушки И на льду у авангарда Халинин с Фроловым и Ивановым Против звена Анисин, Горовиков, Комаров У Динамо, Горохов, Граник Первая пара защиты у Хозяев И Пуец с Салмилой у гостей Два овертайма выиграл Авангард по ходу этого плей-офф однажды проиграл Но проиграл не зазорно Королям овертайма из магнитки Кстати, о мяче и, собственно, не изложили действующих королей И выиграв решающий матч в серии у магнитки Как раз также в дополнительное время И тогда Игорь Волков отличился Если не ошибаюсь, забросил свою единственную шайбу В этом плей-офф, в ворота, где находился вратарь соперник Еще два раза он забрасывал в пусты Что касается динамовцев, то у них поровну побед и поражений В дополнительное время по две победы По две победы и две поражения Здесь тоже два поражения И тоже есть динамовцев, что вспомнить Этот эпический овертайм против СКА Когда проигрывали белые-голубые 0-3 Сравняли счет в основное время Пропустили в дополнительное Однако гол был отменен И буквально в следующей смене Масальдев поставил Да не точку даже, а восклицательный знак С огромной точкой Толпека заковырял буквально шайбу в зону И двинул ее в направлении ворот Новок там покатил на добивание И так нехать Мол, ну просто положение обязывает Антон Белов Махнул Ну как нехать Вот посмотрите повтор С Новок же взял и Снег запустил в раму Как нехать Тогда мы надо было жестче выкидывать С патаками Это же не спортивное поведение Там и две минуты принц может давать за этим Ну у нас не дают Но сам факт, что не солидно Минута 34 Позади у нас В этом дополнительном времени Кокарев, Масалев и Бабенко На льду у динамовцев Против звена Александра Попова Школу Масалев не выпускает из зоны Тут очень здорово Бабенко в прессинг играет И динамовцы шайбу добывают В итоге бросок следует поворотом рама Но угол острова отбыл Рамос с этим броском справляется Бойков в центре площадки Бабенко находит точную передачу И тот пробрасывает шайбу себе на флот И поспевает раньше Белова к ней Здесь Антон применяет целовой прием И в итоге шайбу динамовцы Нет, еще не теряют Продолжают они там бороться за нее И вновь она приходит к Кокареву Дальше по борту Выбирается Чернов из-за ворот Бросок с лопаты Сложно в такой ситуации Низ уже рамы перекрыл Поднять шайбу не сумел Ну действительно он устал А так-то подцепить с неудобной руки Конечно можно Но это опять же надо увидеть Где рама Где щелочка Нагрузили Сейчас амичи и динамовцы Заставили тех проброситься Значит нельзя менять состав Костунов, Квапел, Чернов Горохов и Гранек Червенко, Пережогин, Калюжный И Белов со Школой На площадке у амичей Выход в контратаку У авангарда не получается Но по крайней мере здесь получают возможность смениться гости Первушин, Курьянов, Калюжный остается Квапел Пять бросок с острого угла Парирует раму Шаг летит в направлении ближнего борта И подбор там амичи Выигрывает Курьянов Все-таки продирается По дальнему вперед Здесь продолжает усилие партнера Первушин Махнул мимо шайбы Горохов Очень резво начали обе команды Все-таки отдохнули Перерыв И пока еще вот свежесть ощущается Ну что же В этом чемпионате В этом розыгрыше Курья Гагарина едва не пал Рекорд российской продолжительности матча Но об этом пока еще говорить рано Анисин Лучится вперед По статистике Большинство овертаймов Завершаются еще в первой Добавленной 20-ти минутке Не знаю с чем это связано Но не в малую очередь тем Что опять же Четный период Дальний скамей У команд И Тот кто Сохраняет мельчих сил Скажем так Имеет трудности определенные Анисин Берет инициативу на себя Но тут передают его Словно эстафетную палочку Другой игрокемской команды Отбирает шаппион Ну тут еще какой момент Вот помним Магдагорский Когда с Борисом играл Что там буквально на пару минут Три подряд забивали Как бы некоторые команды выходят В расчете на то что Ну может он бесконечный быть Овертайм А та же магнитка выходила И там не осталось Выдавал на отрезок Конечно Давайте прямо сейчас Ну вот в похожей манере Динамовцы начинают Аниси Что он сейчас придумает Миша Нет Финт Гранд Лунда Видимо не входит В его технический Синал Не дали бы выпадаться Но он я думаю Что мог бы попробовать Перекинуть из ворот В стиле доцикла Павел доцикла Ставил Тот тоже Михаил в итоге Принял решение Вывозить шайбу Но бросить ему тоже Не позволили Просто вот это сейчас Такой неважный Стептом для Динамо Опять контратака Чистым преимуществом У Авангарда была И бросок Очень неприятный Увидел шайбу Еременко переправил Ее бросок Шайба изменяет Направление своего полета Едва не заползает В левую Это Еременко Угол ворот Позиционная атака Авангарда Червенко Отит перед воротами Не проходит на него передача И уже Волков стал пекан Но там три омских Икисты уже вернулись Вот типичный пример Что всегда Мечей больше Вот в контратак Казалось бы Кто-то должен провалиться Ничего подобного Там нападающий Перерабатывает На все Ну как раз Александр Попов Очень классный Просто вот видно было Как он здорово Бежал назад По ходу этого матча Не в первый раз Мы обращаем внимание На его действия Именно при возврате А вот может быть Это одна из причин Почему его в центр поставили Что объем катания У него сумасшедший Он успевает вернуться И запас скорости Ну не знаю Кто его превосходит В обеих командах Но ведь это еще нужно было Разглядеть Опять же Найти этому применению И здесь Райма Сумнину Да Все-таки Второй сезон работает Поэтому так Наверное Он что-то представлял уже Но я скажу Огромное Вот это Достижение Сумнина Что он вот Сделал Шесть минут Позади у нас В этом дополнительном Периоде Пока с преимуществом Динамовцев Он проходит Владеют они территорией Больше моментов Создают Пуррама Но тем не менее Бдительность Нельзя динамовцам Терять Ни на секунду Кстати вот По поводу Попова Я тогда разговаривал В Омске Там с болельщиками Когда мы там Кто там лучший игрок И вы знаете Многие говорят Что Вот лучший игрок Авангардов Плей-офф Попов Выбрасывают шайбу Динамовцы Из зоны Арбитры Разводят руки С стороны Давай понять Что не будут Они фиксировать Офсайт Продвинули сейчас А мячи игру От своих ворот Нестеров Новак Ставит корпус Не самый мощный Защитник Но для того Чтобы сдержать Натис Нестерова Этого хватает Бойков Видел шайбан И пятачок Бойков Мешивается в развитие событий Вот сейчас Три в два Атака Но Передлежал Михаил Анисин Стал Топ-то и дело Отдай Анисину Он-то любую подкидку Может сделать Тому же Пистанову На ход И вот как раз Мы то о чем говорили Топ-былак Контр-атака 3 в 2 И закупил Пистанов ее Да Шайбу передержал Встал там уже На якоре Анисин И Захлебнулась Это атака Семин Лежний угол Створ не попадает Салмила на противоположном борту Как раз Миша Анисин Игрок момента Вот ситуация будет И он забьет Волков Бойков Повязывает ему борьбу Не позволяя развернуться А Волков Находит с оборотом Партнера Калинин Покатывается за воротами Граник Рядом Здесь двойной отбор Квапел На помощь Гранику Однако и Не остается Калинин Без поддержки Фролов Его и вдвоем Шайбу отнимать Иногда бесполезно Калинин Ну вот и А мячи затеяли Такую позиционную атаку Фролов Вытаскивал эту шайбу На рычаге Готовясь бросать Но в последний момент Все-таки пробился Туда к шайбе Квапел И этот бросок Не состоялся Захватывающая просто игра И вот прямо Ощущаешь Вот насколько Вот на пределе Действуют Игроки Обеих команд Черверка Страул на себе За спину На Попова Тут же закрывает Борт Разгадывая ход Яла Свары Подняла шайбу На синюю линию Приходит она К Пережогину Это Пережогин Четвертая шайба В четвертом матче подряд Победная Вот это да Вот это развязка Александр Пережогин Четыре из девяти Омских шайб В этой серии Итак Со счетом 2-1 Омский Авангард Выигрывает У Динамо Четвертый матч Этой серии И Получает возможность Уже в следующей Встрече На берегах Иртыша Завоевать Кубок Гагарина Ну что же Динамовцы Сражались Очень достойно Но Не повезло Им сегодня Все-таки Эта серия Пережогина Это нужно Признать Далее В программе Нашего канала Трансляция Четвертьфинал Юниорского чемпионата мира Матч между сборными России и Канады Мы Благодарим наших коллег Наталью Кларк Андрея Журанкова Александра Кожевникова За студию Мы благодарим Андрея Симонова За интервью До и во время Этого матча Мы благодарим Режиссера Трансляции Дмитрия Белова Редактора Георгия Куренкова Мы комментаторы Сергей Гимаев Роман Скворцов Желаем вам Всего самого наилучшего И до встречи На нашем канале Катентальной Хоккейной Лиге Послезавтра В субботу На матче Авангарда Обск Динамо Москва Это будет Пятая встреча Редактор субтитров А.Семкин